мельчает конечно разбойник в наше время мельчает господа мы будем участвовать в турнире он же меня не видит в темноте погнали 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 приветствую всех любителей хороших дел и не только это кингинкам и мы продолжаем находимся мы врата и не помню чем этот квест мы вроде тут сдавали до конце прошлой серии вроде квест что у нас за варианты на сегодня варианты есть сбегать сюда потом поучаствовать в турнире но вроде сейчас турнир не работает да там же надо ждать определенного времени когда сообщение приходит о том что можно записаться на участие в турнире сходить стрелизой на очередное свидание возможно и вот тут еще квестик предлагаю сейчас сразу его взять посмотреть что нам там что нам там хотят сообщить и возможно сейчас займемся этим квестом так кто у нас отходит непонятно ты гамош ты хочешь с нами поговорить приветствую какое дело приказали мне явиться пан индра ты там не нужен мне необходима некоторая помощь ликарь архиепископ заявился в ужасе я точно не знаю причин но ходят слухи что он расслеживает еретику что не сулит ничего хорошего мне в особенность он занят викарий прощение просим память на я слабо знаком с религиозными чинами чем в точности занимается викарий тебе не следует просить прощения и запутанная иерархия уловки самого дьявола викарий это краткое название заместителя что значит он имеет полное право действовать от лица и имени своего главы понимаю сожалению в данном случае вышеупомянутый глава это простофилий архиепископ сбегнев заяц из газенбурга что мне следует предпринять сперва выясни по какой причине он заявился сюда он может и прямо выслеживать еретиков чтобы было паршивым новостями однако он может быть здесь чтобы присмотреться к моему поместью что было бы совсем хуже не туда понимаю а что впоследствии в самым лучшим исходом для меня и всех моих соратников было бы чтобы он упаковал свое барахло и убрался отсюда как не следует подтолкнуть его к данному решению я же не могу просто вышвырнуть его верно разумеется не можешь но ты можешь убедить его что здесь ничего нечего вынюхивать он сам отбудет в кратчайшие сроки сообщи ему что я отправил тебя ему в помощь понимаю моя задача помочь ему ничего не отыскать именно а что если еретики существуют на самом деле угрыше там рина ты хоть раз встречал еретика нет видишь я тоже ни разу большинстве случаев прилаты их выдумывает чтобы пугать крестьян так что не слишком веру из их существования но но что если прям существует тогда избавься от них но добиться того чтобы это за но за задница убрался отсюда у вас проблемы нет я даже не встречал но не могу быть уверен что он не правило даже не положил глаз на мое поместье но как он мог положить глаз на поместье он архиепископ у нее длинные руки старинам а теперь когда король в отлучке время идеально для накопления церковных запасов поверь я узнаю праге так боют что он полный волну хорош почему весь рот этих зайцев хитрожопы и проныры я знаю это лучше прочих ага прекрасные тоже отправились выполнить задание удачи парень будь осторожен церковники хитрожопы как кольки так что держи нос по ветру я буду осторожен фарган уж не переживайте вальденцы мне проект квест говорили про вальденцы что он на время и тут у нас инфа по этим ребяткам только по кому из них блин был сбейник заяц надо искать гизмунд она или в обществе нет да нет какого-то персонажа должен быть это не правители таленберга а тут его нет человеке мне открылось то что я не могу посмотреть посмотреть серьезно рацика было но я по крайней мере не вижу где его тут искать этого зайца поговорить с викарием тогда погнали сейчас к викарию оттуда нами изложится потом поедем сюда а а а а а а а а пока дождь все еще идет надо будет отдохнуть час нами до утра ближайшие таверне коня прям здесь брошу наша по темноте сейчас лазить такое себе надеюсь могу помочь рыцарь поспать бы где ладно надолго на одном ночи добрый раз шифт перевод заплатить где кровать лестница на чердак надеюсь не на мою кровать там идешь дружище за место уплощено так что ты не наглей у меня кровати ты на половичке ну ладно давайте отдохнем там в комментариях писали что надо разгрузить лошадь будет в сундук все скинуть очень мне пользуюсь как вариант кстати да и возможно перекинуть статы и зелье зелье лето или как-то так она называется которая обнуляет статы потому что был один стат в прошлой серии вроде созерцатель его прочитал и там было написано что у вас не тратится голод и энергия когда вы стоите но не двигаетесь дословно да когда вы не двигаетесь я подумал это буквально что вот если я стою просто стою у меня ничего не тратится а выяснилось что это когда ты ожидание юзаешь когда ты спишь это очень выгодная тема но поскольку я его неправильно понял я не стал его брать и очень а тут сундука нет что ли вот мы сундук и очень даже зря я не стал его брать хотя надо было его взять так кости но они ввесят копейки на давайте сейчас так карта сокровищ мы и отыскали это мне нужно вот это я пока ношу я не знаю зачем она может для чего-то нужно будет ладно я скину если что сюда заберу книги которая прочитал я тоже скину и еще с лошади надо было что-то сбросить это я все продам зелье оставлю книги на раз машине скинуть который я читал конечно у них и ученые читал корфюр стая читал нет я вроде читал да учить надо было бы продать ладно скинем их в этот это я все продам так я беру да оттуда не скидывая да я беру вот вот а вот надежда вся грязная твою мать плохо надо искупаться сходить а тут банщица то скорее всего и ненда это это печально ладно хотя бы моемся в тавернице в силе да похоже в тавернице бухает сидеть викарий что тебе нужно парень воин господь у вас вон сеньор моим и держи я был послан планом за душем из липы панга наш зачем он тебя ко мне направил оказать вам помощь в поисках понимаю как предусмотрительность его стороны ты явился в нужное время мне нужен никто кто будет своим среди местах я уверен что панган уж поставил тебя в известности моей миссии он сообщил что вы разыскиваете еретику именно я ищу левилы отравляющие тело святой церкви прожитых еретиков вальденсы опасные еретики все как один кто такие вальденсы репутация понизилась в самом деле либо невнимательным в костюле либо местный священник слишком ленив для чтения официальных писем обе возможности равновероятные но я посчитаю некий кредит доверия предположу что это второй случай ответ на твой вопрос это секта еретиков я догадался об этом на какую форму приняла их ересь парень у меня нет времени погружаться сейчас в теологические диспуты тебе не стоит об этом беспокойся достаточно того что я заверяю тебя в их ересе слушаюсь мансеньор почему вы полагаете что еретики здесь водятся мы изловили одного из них куда на горе он во всем признался включая неоднократные встречи со своими ужасы это все в чем он сознался в конце силы совсем оставили его так что он не смог даже составить список соратников вероятно они уже не в ужасе это вполне допустимо но мне нужна уверенность а не домыслы вы подозреваете кого-нибудь у меня на подозрении каждый из них даже не сомневайся однако я узнаю больше после того как покончу с допросами чем я могу помочь прекрасно перейдем прямо к делу я знаю как добраться до места встречи эритиков здесь уже останавливает этот поход в Дудапан точнее говоря в теории то я знаю как добраться главное это труднее состоит следующим мы поймали эритика из Кутногоры который сообщил о эритиках в ужасе к сожалению к моменту когда он перешел к описанию места встречи он бредил и почти был без сознания понимаю так известно ли вам вместо встречи или пока нет вероятно его свидетельства были запутаны если не сказать хуже у меня где-то есть записи ты умеешь считать парень умею само собой иначе бы Панганыш не отправил меня к вам понимаю прекрасно когда хотя бы слуги благородных домов получаются от святующее образование некоторые из их отпрысков с трудом могут насорапать собственное имя вот записи допроса как только что-нибудь выяснишь возвращайся повидаться со мной сделай все от меня зависящее я не из ужаса посему не знаю примут ли они меня это хорошо меньше всего мне нужен один из местных бездельников им нельзя доверять и они мне тоже не верят но ты простой парнишка с приятным лицом хотя и простоватым ты сможешь выведать их секреты гораздо проще поместите мне монсеньер что же я согласен дуна то приступая к делу пусть направит тебя бог сын мой показание еретика отыщи конгрегацию вальденсов запрос и теле еретика запись допроса последующие блин надо встать к свету ни хрена не видно а следующее было записано господином бориславом писарем архиепископа дабы сохранить признание данные допрашиваем еретиком допрос проводился его преподобиям я нам из осика святым отцом викарием архиепископа и законным законный ритуал пыток был осуществлен городским палачом францисом по прозвищу щипцы в городской тюрьме следуя распоряжению городского совета сперва пойманный еретик петер из градика отказался дать признание и вследствие того палачу было велено помочь ему в этом применив к делу свои навыки отметим что допрашиваемый петер весьма долго сопротивлялся уговорам палача однако же в конце концов он ответил на вопрос где собираются другие известные ему еретики рассказала что встреча их происходит в ужасе затем не надо меня перебивать затем когда викарий попросил заключенного ответить на дальнейшие вопросы а именно кем были те еретики в чем доме они собирались петер не пожелал пойти ему на встречу вновь замолчал и вновь палачу пришлось применить свое искусство убеждения и спустя некое время викари приказал ему прекратить поскольку узник был сильно утомлен однако петер неожиданно заговорила начал подробно отвечать на заданные вопросы о том где встречались с другими еретиками викари же повелел дабы признание узника было записано здесь с его собственных слов да простит меня господь за то что я услышал эти еретические речи которые будучи на службу святой церкви я вынужден привести далее так что вот что сказал еретик я начал свое паломничество в вертепе беззакония где люди пили и любодействовали и потому я сразу же оставил это проклятое место и тут же я узрел иное оскорбление перед лицом господа храм невесты антихриста с его города высевшийся вавилонской башни я быстро прошел мимо нее держа путь к восходящему солнцу выйдя из деревни я попал на перекресток не знал какой путь выбрать так он пошел на восток из деревни на восток попал на перекресток так что я упал на колени и стал молиться и молитвы мои были услышаны ибо палец христов поднялся из-под земли дабы указать мне верный путь надо там на перекрестке указатель какой-то искать по нему я пошел сквозь эти грешные земли внезапно услышал шум занятой работой тысячеглавой толпы и узрел их королеву их башни я продолжил свой путь и внезапно разверглась земля пасть гемота и сломанные зубы его вздымались к небесам подобно могилам моевитян и прошел я через пасть звери на пути своем встретил в плоти апостолов петра и андрея я был голоден от того взяли плоды трудов их и насытился затем я оставил их дома увидел двух вдов что плакали и голосили я плакал с ними они позволили мне поспать в их тени господи что за наркомания я пошел дальше по самому краю мира узрел ребра великого левиафана выброшенные морем на берег а затем увидел я два моста через реку иордан и дьявол искушал меня я пытался и пытался заманить на тот мост что справа но я разгадал его искус и пошел против его воля затем я наконец узрел врата в сад эдемский обильно увитый зеленью их охраняли соломенные чучело однако они увидели что я добрый христианин позволили мне войти таковы были последние слова что пробормотал еретик петер ибо после испустил он последний вздох векаре затем отметил что смерть его несомненно дело рук люцифера дабы заставить его замолчать перед лицом служителей господа палать же уязвленные его словами самодовольно выразил викарию за что плата его была урезана на три гроша и он получил предостережение впредь не повторять подобных замечаний особенно в присутствии служители святой церкви тела еретика погребли за ограды и кладбища как и подобает дабы он она не порочила священную землю и на том было окончено дело еретика питера из градика в согласии с церковным правом какая наркомания кожа мой сейчас по этой наркомании надо будет искать дорогу перекресток на востоке север-запад-восток сюда нам надо да то есть умеет такой с не отмечен из братья ты векаре от ищи понятным как-то да у меня отметки ох 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 надо искать магди перекресток сейчас так не будет 200 раз придется перечитывать там же восток или где восток север север он сказал где восходит солнце значит это восток меня тут просто закрыта надо сейчас разведать там карту немножко я а перекресток то где я вот тот что ли палец христов из земли он сказал он вышел откуда-то из таверны да вроде пошел куда-то еще что-то увидел наверное он про церковь имел ввиду башня потом он пошел на восток там был перекресток или вот этот может выйди из города потому что тут через мост уже пройдя все будем искать надо искать ориентир палец какой-то какой-то указательными камень и не знаю тут нихрена нет как я люблю поиски в этой игре вы не представляете ребятки моя слабость прям он про это наверно при придорожную часовню наверное говорил палец допустим то что постоянно листать надо конечно так пили тут же его зрело оскорбление я быстро пошел мимо нее выходя из деревни я попал на перекресток не знаю который путь выбрать и упал на колени поднялся из-под земли дабы указать неверный путь по нему я пошел сквозь эти земли внезапно услышал шум занятой работой тысячеглавой толпы и узрел их королеву и их башни странно какая толпа сейчас будем смотреть если мы пойдем по этой дороге может тут что то есть главное не пропустить нет 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 да тут еще одна дорога расходится и куда мне идти так путь нет это вдовы паломничество пошел мне так погоди что такое на нас нападают 4 чеш мимо толпы и их королевы какой нахрен королева ничего тут не вижу такое а ульи королевой толпа это это пчелы и их члены и королева похоже на правильном пути блин я мимо них пробегал я не заметил твою мать так ладно похоже я на правильном пути антихрист т т т т т т мимо их башни да 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 я продолжил путь и внезапно разверглась земля пасть по диму то сломанные зубы вдымались не к небесам подобным могилам я прошел через пасть на пути встретил воплотя апостолов петра и андрея похоже пропасть и я понял это наверное он имеет вот эти разваленные типа пасть наверное да интересное место вот еще и интересное место какое-то может вытянский я кстати могу еще барбоса потестить ищи так с вами если плодей ну-ка ищи кого сперть или может находить интересные места как только он почуешь запах придется ту сторону затем будет лаять чтобы предупредить о том что он нашел если вам не удастся его найти он вернется к вам так и ищет похоже да может тут нечего искать да ладно короче в любом случае я думаю мы едем правильно через эту пасть потом с надо встретить апостолов я посмотрим что-нибудь увидим может это какие-то придорожные эти будет часовинки так у меня тут развилка ребята апостолов я не вижу тут развилка на другой берег я не знаю мы пока едем сюда вернемся если что я собака чернош на все я понял какое-то интересное место нашла тогда ты не пойму что-то интересного барбос писает не надо на него смотреть первый раз вижу что барбос справлял нужду какой-то вот эти маркеры интересное место они очень интересны если только понять что там интересного о осу сам то наша вот это прикол барбос спасибо я нашел поляну здорово это с помощью барбосов так что тут происходит а разги барбос крест красивый звехом кто-нибудь деревне может его узнать тут у них еще и нычка с молодец гроши возьмем стук но наверно брать не будем активирована в город да а я ю ей ну пошли искать пошли искать и такое за клики и кто погоди тут заколз о чем за комната чем сделал я просто вы ищу меня сейчас давай напитка то никакого нет добрые люди ждать с ними дайте попить им воды надо купить хотя вода есть я могу помочь лицарь распятие я разыскивал одесса данного распятия случая не знаешь чтобы это мог быть мне неизвестно почему спросить священника он благоставляет любви распятия отлично отец богу-то давно не виделись так тебя вода есть у тебя есть спирт медовуха вот я надо медовуха чем наверно купить потому что чтобы скрывать домки мне нужно бухлишко надо пиво какое-нибудь венцо взять бред по идеям медовуха могу дать или мы именно вода нужно спасибо спасибо тебе огромное у тебя доброе сердце уже куда-то телепортировался репутация повысилась немного отца банк отец здесь где-то где он вот он привет давно не виделись доброго здравия распятие житель деревьев утверждает что освещают любые домашние распятия так и есть в чем причем любопытства ингрессы мне лишь интересно могли бы вспомнить или нет кому это мог бы однако не горю желанием тебе это сообщить почему жители болтают что видели твою беседу с викарем они напуганы что панган уж прислал тебя сюда ему в помощь это не совсем верно а какова правда панган уж прислал меня выяснить нужны и нужны ему сведения также избавиться от викария что же тогда наша цель и совпадает но я бы все предпочтил никого чтобы никого не сожгли на костре и я у нас общее желание рад это слышать где ты нашел распятие давайте заключим сделку я вам сообщу где его нашел а вы мне кому она принадлежит все же я слушаю я нашел его в лесу место выглядело словно место сборищ там были другие предметы свечи алтарная пелена и тому подобное проклятие ты прям выглядит славно дубик а словно викарий был прав я сам удивлен и так чё жану 4 5 определено принадлежит бауэром я хорошо помню но это просто невозможно не могу поверить но если они есть еретики это сделать что ты хочешь сделать не знаю но я сделаю все что от меня зависит чтобы предотвратить охоту на видео ну ладно панган уж скорее всего согласится я полагаю стоит вопрос что делать с викарием он не успокоится пока не найдет кто зачем пожаловал знаешь что мой мальчик прежде чем ты тебе решать нужно убедиться существуют делю идики на самом деле и что вы предлагаете проще простого я послушаю какими словами они молятся что это даст молитве священная для всех христиан хоть истинный хоть еретиков однако если они еретики то они будут молиться несколько иначе а как мне это распознать ты не знаешь как молиться добрые христиане думаю знаю как услышать закрытыми дверями я не думаю что они будут неправильно молиться прямо в костюле конечно нет в костюле они будут молиться традиционным образом а дома определенные иначе я знаю что вечером в горнице собираются все домочаться они наверняка будут там молиться ясно как них подслушать не знаю подкратиться под окна вскарабкаться в чердак точно услышишь все что происходит что известно об этой семье сейчас когда я об этом задумался они мне кажется слегка странноватыми что именно вы имеете ввиду они держатся на особицу отдельно ото всех они ходят к месси это верно но покидает ее в ту же секунду как прозвучит последнее слово мне ни разу не приходилось видеть их танцев и в то же время надо отдать им должное они жертвуют нуждающимся больше всех в деревне откуда они родом мне неизвестно я никогда с ними не говорил достаточно чтобы но они недолго здесь короче я еще не успел прочитать сорян вы осветили это распятие для бауэров нет она принадлежала семье которая жила в этом месте до них печальная история я этим займусь так надо вечера дождаться на хозяйство бауэр под подозрением доложи викарию проникнули на территории послышу вечернюю молитву поехали проникнем где нибудь там сныкаемся на чердаке без палева дождемся ночи точнее вечера не очень хочется их сдавать потому что мы знаем церковь да когда они в погоне за еретиками они как бы не сбиться нет из пути они душат всех направо и налево без разбора поэтому если эти люди не делают ничего плохого то почему бы и не оставить их в покое да он барбос по мной согласен вот и двое один головой но это какие-то бомжи-крестьяне добить вот об этом не говорили что они встают если их не добить через какое-то время это тоже мертвых двое было нет несерьезно как туда же ребята консервант получает свежесть еды заберем собачья щетина исцелять алкоголь алкоголизм обаяние снижается заберем мало ли пригодится мельчает конечно разбойник в наше время мельчает ну ничего не поделаешь их всего двое я думал будет ну хотя бы человека 3 и вообще где-то как бомжи но это еще может зависит от этого скажите от локации рядом типа с городом только вот такие бегают вот пиво заберем это тут же заберем скинем на лошадь это пусть пусть у меня пока поводит если что потом сброшу так вот их дом вон я уже вижу лестницу по которой могу забраться наверх на чердак это музычка таинственная заиграла а сколько у нас времени время почти 4 вечерней молитвы еще нова то да надеюсь мне не слышно я доспехами тут гремлю у меня крадущийся хамелеон название конечно огонь подождать а вот он сам же это хорошо что он сам ждет потому что я не знаю до вечера это до скольки до 9 до 8 до 10 а вот это очень удачная тема что просто нажимает ждать он сам ждет определенное количество времени необходимое на так в доспехах сижу во имя отца сына и святого духа благослови нас господи и этот данный нам тобой хлеб которым ты благословляешь на своими иисуса христа господа нашего аминь аминь они они забрали старого венцеля сегодня в присвятерию его хозяйство по близости лишь вопрос времени покуда покуда не явится за мной я знаю и что мы с этим будем делать викарий алчащие крови чудовище он у вас заживо сожжет я ничего не собираюсь с этим делать моя вера непоколебима и я не покажу ему спину милая моя что ты такое говоришь если за мной явится я добровольно пойду с ними и врать не стану вы серьезно разве не знаете что ждет вас тогда могу представить но я решилась господи помилуй не держите в сердце страха я отдаюсь на волю божию я не стану вас порицать если решить уйти я останусь с тобой я бы хотел чтобы ты решил иначе знаю я и не держите в сердцах страха мои братья во христе отдайтесь на волю божию как я и идите и несите истинную веру всем добрым людям мне очень жаль я бы хотел чтобы был другой выход вам следует от ужинать сразу от быть кто знает он может прийти за нами на рассвете и я тут такой жучара на чердаке с главное аккуратно отсюда выйти ну по факту они едите кив о турнир врата и за блять я не то нажал вы не мне нужен был конь на бежать подальше иди сюда конь не хочу бакил доставать просто так вот по факту они еретики но есть ничего плохого никому не делают правильно правильно за что их на костер сразу я опять здесь ночью так этот еще там наверно уже спит священник до могу его разбудить я не знаю чем-нибудь в этом роде святой отец как вам попасть замочки конечно взломаю блин то было сложно паутина и факел понятно но взлом прокачали хотя бы а когда святого отца доберешь ее мои там еще подъем у нас самый на самой верхотуре что живет как каково ему самому лазить он же же не молодой спит как я долго сюда полз если ты знал пусть тебе здравия почтение хозяйка бауэров плохие новости если внимание они определенные еретики по крайней мере до той степени до которыми доступна ты уверен что ты услышал прежде всего молитву вела женщина это необычно без сомнений на ней но это не является доказательством это еще не все они боятся что викарий явится за ними кто его не боялся этот боров найдет вину даже у святого похоже придется слишком стараться пани бауэр собирается во всем сознаться сознаться в чем именно вероятно всего принадлежности к своей вере и и пытались разубедить но она твердо держится своих убеждений господи иисусе это мне нужно было знать как же мне быть она хочет сознаться они все еретики мы должны помочь да не мы должны помочь может как-то удастся переубедить я не знаю но считаю что мы должны помочь истину говоришь ты должен говорить их эндер попробуй убедить их скрыться переубедить их легко вам говорить такое вы ведь не слышали и не рычи и речи я верю что найдешь способ ты должен хотя бы попытаться для собственного влага ну ладно да вы правы вы правы кто должен оказать им помощь и раз смотришь на это в должном свете теперь поторопись мы не знаем когда лекарь и намеренных сводить так теперь надо туда лететь океан секунду я извиняюсь дико если никак не отключу после после записи надо будет включить оповещалки солянный рот оповещалка опять прозвенела надо будет вырубить забывай это сделать я извиняюсь за этот казус небольшой так как не по этой лестнице съесть я падать не хочу я же себе ноги по переломаю нах есть там был друг есть надо было попасть тут блин шею свернешь пока спустишься пока поднимешься спустишься точно себе шею свернешь так летим значит блин надо лететь ночью где мой конь не очень я люблю ночью скакать можно конечно сыча потратить но я хочу его оставить на какое-то более важное задание читаешь мужик сам посреди ночи с ведром подшляется по темноте а кто еще орет ты его конь затоптал меня факел тем более в руке ты меня издалека должен увидеть я тебя не вижу в темноте куда еще скачу я вообще понятия не имеет вот стражник с факелами его объехал потому что его видно а ты кретин с ведром со своим чё ты в этом ведра и ведре выносил помои что ночной горшок среди ночи блин или какую-то дорогу выехали нормально в принципе я выехал на нужными дорогу отлично вот только я думаю мне не удастся их уговорить во первых там не одежда из дерьма из дерьма я имею ввиду грязная на этому внутрь дом ребята шутер света инквизиции на подходе аля аля арм одежда у меня-то почище стала видать под дождем смылась так мясо надо выкинуть и но мне тут уже сдохло просыпайтесь иисус христос твоя одежда тебя покрали чертова не ходи и будут гореть в аду блин вроде чистой одежды вы должны убираться отсюда я пришел задать тебе вопрос надо же кто-то такой парень я хочу вам помочь я должна признаться что я обескуражена ты пришел меня допросить однако намереваешься оказать помощь что происходит откуда ты узнала что я пришел тебя допросить я хотел тебя попросить не сознаваться векарию хватай мужа и беги отсюда покуда есть время я понятия не имею почему ты так заинтересован моей судьбе или откуда тебе известно мои намерения но я скажу лишь одно не может быть и речи о том чтобы поколебать мои намерения я не придам не свою веру не моих братьев во христе так вот сейчас надо очень постараться и блять постараться я не могу меня не хватает 14 надо а у меня 13 надо все-таки было снять часть одежды наверно где чем-нибудь другое на и подумал мне и так хватит а тут у меня 15 она до 17 я могу только и угрожать я знаю как ужасно бежать показав врагу спину мне тоже однажды пришлось так ты должен понять почему я не могу сделать то же самое я понимаю но также знаю что если бы погиб тот день то это не принесло бы ни малейшей пользы поскольку я выжил зачем мне ты живешь теперь ради мести возможно кому какое дело важно то что я жив могу наслаждаться жизнью по-прежнему и ты тоже сможешь ну такое себе убеждение и ты привлечешь больше сторонников свою веру будучи живой замен глумления толпы когда тебя привлокут на костер приношу извинения но я не могу иначе я долго жила под страхом преследования скрывая свою истинную сущность я хочу жить и умереть честно но это же безумие тебе лучше покинуть носа хотя я вполне понимаю твои цели я благодарна тебе за твои слова ладно что сделано то сделали можно было конечно все это обыграть по красоте но я уже не загружусь потому что сохраняться тут нельзя может викарию наврем тогда хотя бы но и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас, погодите, что я могу сказать? Ересь, а не иноверция, ничего подозрительного. Вот, я думаю, могу ли я... Обмануть его? Конечно, все они уехали, осталась только эта женщина. Убедить у меня ее не получилось, но я могу обмануть викария. Ересь и чудовищное богохульство. Ничего подозрительного. Удивительно, но ничего подозрительного. Совсем? Как именно они молились? Обычно они возносили хвалу Господу, как и любой другой христианин. Они произносили ничего необычного. Ни слова. Ммм, это странно, ведь они единственные в округе, кто похож на еретиков. Что же, полагаю, что мне придется разобраться к этому самому. В твоих услугах я более не нуждаюсь, можешь идти. А вот это плохо. Я провалил задание, надо было ее сдавать. Надо было сказать, что они иноверцы. Хорошо, отец. Я опять обгадился везде. То есть я провалил этот квест. Так, сколько времени у нас сейчас, если я загружусь, допустим. Блин, эта загрузка будет почти час назад. С самого начала, то есть с самого старта квеста. Если я его убью... Ну ладно, квест провален, народ. Получилось как получилось. Любовница Багута тут спит, нормально. Хотел как лучше, получилось как всегда. Сколько у нас там до утра? Надо поесть. Таверна закрыта на замок, серьезно? Ой. Меня и так тут не любят. Заплатить штраф. 60, давай заплатим. Сакра. Ким я то вырешу? Навал. Ким я то вырешу? Сакра. Ким я то вырешу? блин турнир я просрал что ли сейчас надо на турнир боись из котелка есть еще еда какая-нибудь нет я хотел успеть скататься вот сюда потому турнир наверное я дорота и блин дорота и очень далеко я не успею пошли половцев тогда хотя бы забьем надо будет врата и зайти к аптекарю обворовать его и украсть у него шнапс наверняка у него сундуке присутствует какое-то количество шнапса я надеюсь ну или распродаться у меня куча шмотов всякого на лошади у меня на по карманам вроде чё-то еще раз тыкана и купить тогда шнапс и 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 это что такое интересно интересное место да я вижу что интересное место мы тут нами ничего нет как обычно да не что то есть валерьяна кинжал маг почки косули полы нет ничего по-настоящему интересно я тут не обнаружил а куда у меня эти пропали шпоры я их продал что ли не знаю нами их продал между были золотые твою мать я похожих продал ну ладно так вот тут тропинка где-то их лагерь должен быть я может на берегу они сидят не хочу просто все толпу сразу огреть а то они меня и запинать могут в итоге ниже было с другой стороны заходить вижу одного них собака вижу 2 вижу собаку попробовать 1 за загреть застрял в дереве придурок барбос уедис выстрела я попал него кстати посоветовали стрелы сменить блядь еще лучник ну все они толпой подошли в кустах ни черта не видно меня уже стреляют да я ушел и вообще не знаю барбос моего все убили так я их собаку тоже вырубил давай бей давай бей отражает отражает сразу меня навещивает это вождь где там этот сука с луком который душил меня на тянутом было не двое но местность тут конечно лютейший кошмар эти деревья ни хера не видно так вино давай сюда ухо давай сюда ой в дешевые перчатки до возьму они мало весят сушеное мясо сюда стрелы у тебя дерьмовые так маска ухо шлем забираю это не буду брать кайф да нет пора возьму в него стрелой кто-то попал или то я в него попал стрелой аж одной стрелой в кого-то попал так знаете что самое интересное мне надо найти их сраный лагерь от которого я сейчас просто на километры ушел а вот он и и возможно там еще есть ребята эрик всего было два половца и собака маловато как-то очень сложный замок не зря бухлишко я собрал блин зачем поел сейчас же пить буду и опять обжорство придет так ладно что меньше всего дает наедабельности 10 питательности 7 питательности 15 питательности короче все дает наедабельность ладно пиво пьем гроши забираем кольцом продадим ничего не стоит это не будем кошачьи лапки берем мне вбивая сыч питательность до минус 25 нам не надо настолько забухаем посильнее питательный этот обжорство само пройдет так принципе можно сваливать так тут квестов никаких нет этим тогда сюда барбос пришел барбос здорово барбос ты молодец давайте даже еду на сушеное мясо поешь так слышу я у тебя хотя не спавнится это снимать шнапс нет нет так этот товарищ ушел ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, кстати, мне бы починиться В ровне Туда пока не едем Может успеем все-таки на турнир Да, что я хотел сюда лошадь призвать, тоже умник Да не, я думаю не успеем, мы сейчас туда часам к шести приедем Это какой половец Пошли они нахер А мы умники тоже минус Не, вроде успел Да, господа Господа, мы Будем участвовать в турнире Хотя бы первый Я думаю мы бой выдержим Где-где и с кем поговорить С тобой, да? Приветствую, какое у тебя дело? Расскажи что-нибудь о турнире Каковы правила турнира? Я должен зачем-то внимательно следить Ну, это же не битва на жизнь и на смерть Мы же не варвары в конце концов Что ты хочешь узнать? Как долго длится турнир? Целый день участники должны провести несколько жестоких боев, прежде чем решится исход Обычно победители объявляют до заката, но порой поединки длится до темноты Сколько поединков нужно победить? Зависит от количества участников Сейчас три круга Бойцы, победившие в первом, переходят во второй А вторые сражаются в решающем Правила Турнир для простолюдинок, но это не означает, что знатные господа не могут участвовать Любой, кто покинет арену до турнира до объявления победителя, считается проигравшим Если ты ударишь сдающегося противника, то тебя исключат И что мне нужно для того, чтобы одержать победу? Мне нужно каждый раз выигрывать в схватке, или у меня будет несколько попыток? Чтобы попасть в второй круг, нужно дважды одержать победу в первом Для участия в следующем круге тебе нужно победить в двух схватках предыдущего У тебя будет три попытки Кто выиграет круг боев, переходит в следующий Какое оружие? Можешь убирать сам, по крайней мере в двух первых поединках Если третий решающий, оружие выбирает сам Пангануш Блин, а я с булавой Снаряжение? Да нет, снаряжение у меня и так, наверное, нормальное Я хочу принять участие в турнире Ты уже опоздал, парень У нас все места заняты, удачи в следующий раз Твою мать Я могу подождать тут Блин, это настоящая мясорубка Даже страшно как-то становится Так, ладно, мы тогда займемся делами Надо продаться, надо обворовать Аптекаря, ну или купить у него Посмотрим, как пойдет Так как кузнец тут есть Надо починиться Так, ну у него больше денег нет Так, давай так я могу тут у кого-то узнать инфу вы стану я и так вроде все уже знаю да догадай пройти помощь да есть работа панга ну что устраивает турнир на то и верхнем замке завтра ты можешь попасть число участников сходи палачу герману как я уже с германом или у него новый квест нет вот тут какой-то появился но это не палач секунду мы туда сходим нам надо продаться сначала нам еще в помывочную надо сходить хотя вроде одежда не грязная но видать я сам выгляжу как сегодня я над меня паланивает так что мркве которые потеши вас и вашу родину сибулы поздрав пабу он продал все барахло который у меня тут который я ему скидывал да смотрите какой богатый парень давайте еще и поторгуемся рад их пробрал но отлично вас он такой богатый парень надо одни перчатки оставить баянии от этих серебряные шпоры если у него денег то хватит на все это дело так торгуемся давай наверное 2 700 отлично заметность у темного да наверно лучшим ладно даем а 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 так что у него есть не могу у него щит хороший взять я тогда просрал свой щит у него щит получше есть давайте у него щит просто стоит он то хер витучи денег да не будем покупать мы у него просто потом своруем не зря не зря же мы рады 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 но так 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 а у меня починки сколько 8 до значит я могу еще пятый уровень взять указал указал без безо все займай мне добра так нас благодарю благодарю ты меня ничему до обучить не можешь друг да и бамбук здравый на ремонт на ремонт так так сколько у меня шнапса 1 не вариант надо сохраниться пойти тогда поспать тем более мы устали с им до 12 кто видит это тела тереза что засыпься за ним вставить было мысли несколько чего он сказал тереза ему снится сон по терезу что во сне разговаривает что происходит что по еде сытость нормально достаем факел навестить терезу задача на счета которые здесь можно сходить так барбос ты хороший парень но ты меня спалишь сначала зайдем к архимику 1 раздеться переодеться было у меня что-то стопроцентно это понятно звук 2 0 видимость заметность болезненно 2 отлично видимость 53 до 15 я могу черный еще шматье с коня скинуть да и чем проверим заодно ну наверное это не надо было я без тапок так ну вот в черных штанах да конечно падает бесшумные туфли видимость тоже уменьшают перчатки охотника чуть поднимает шум ну да ясно 41 если вася черный одесс наш продал половину вещей я надеюсь этого хватит надо переставить призыв лошади я все время присесть путаю с лошадью и и палюсь как идиот последний блин вот его добро так пьем сколько в вине у нас 13 17 пьем вино пьем вино да ждем пока торкнет и ломаем забираем только зелье и гроши конечно же потом разберемся чё какое зелье к чему относится забираем все так только тяжело животе оставим рецепты тырим их продадим вор украдите вещи общей стоимости 30 тысяч грошей мне ачивку далее бампер я знаю ты досмотришь надеюсь ты доволен кого-то меня превратил самогон брать не буду шнапс один шнапс его твою мать так тут все то же самое да может примочку это не надо было брать еще один шнапс так я вообще беру все что плохо лежит вроде все можно удаляться меня уже пошатывает это надо все скинуть час на коня потом все это в сундук перекинуть потом буду разбираться что это за зелье нам тоже на коня и куча книг так вы думаете я на этом остановлюсь нет я не остановлюсь надо идти к кузнецу возможно я украду там щит привет барбос или топовые доспехи могу там спереть и мы ждут как-то можно попасть через бок да так парбос и где бочки дарит чекей зиме здесь и черта не вижу я тут был уже пока не понял где у него сундуки подпрыгать меня мы на задании мы на деле это выдаешь нас отсюда все он убирает где у него сундуки с добром меня там не было не удалось кузнецам воровать и и Продолжение следует... Что такое? Я стою здесь, имею полное право. Ой. А вот как-то работает, да? Блин, да. Проблема в том, что я не знаю, где у него сундуки. Где-то, видать, на втором этаже. Продолжение следует... Что-то не опьянит. Ну да, я лучше вижу на улице, но в помещениях я ни хрена не вижу. Что за говно? Не, ну это, конечно, такое себе действие. Они сделали так, чтобы на улице можно было что-то рассмотреть. А в помещении ты как не видел, так и не видишь. Это, мягко говоря, немножко кривовато, мне кажется, нет. Так, я похожий на месте. Я на месте. Работаем. Блин, блин, у меня лошадь-то все не унесет. Берем самое дорогое. Панцирь наездник. Он у меня, вроде, панцирь лучше. Мне сейчас нужен шмот. Не чтобы его продать. А тут и мое ворованное у него есть, да? А что, бореть на себя? Этот у меня точно должен быть получше. Вот если я на себя бы напялил, я бы посмотрел. Но мне нечто на себя напяливать. Это за звук? Так. Это вроде я продавал. Миланский панцирь, блин, твою мать. Сколько у меня лошадь еще может унести? Много. Отлично. Так, краденое я не могу до поставить. Это все, что я упер. Я думаю, больше. Так, ставим по цене. Не факт, что это все... Даже я уверен, что это все хуже моего. Да, шлем половцев. Это уже можно не брать. Это стоит денег, но это надо ждать, пока оно все откатится. Я здесь повторяюсь. Я здесь для того, чтобы приодеться, а не чтобы деньгами разжиться. С деньгами проблем у меня сейчас нет. Надо сразу второй замок скрыть, пока не протрезвел. Берем. Он же меня не увидит в темноте. Я ухожу, ухожу. Он, наверное, меня услышал слишком долго, долго откопаться. Ушел, все, все, ушел, ушел. Блядь, беги. Я за собаку споткнулся. Так, похоже, врата и меня будут недолюбливать. Нет, я не остановлюсь. Если ты меня обыщаешь, то заберешь все, что я украл. Погнали, 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 погнали. За мной погоня. Не знаю, куда ехать. Ай, бляй, не туда поплыл. Спокойно, я все еще в норме. Открываем карту. Перестали меня искать. Все закончилось примерно так, как я и ожидал. Что меня начнут вылавливать. Так, одеваемся в свое. Потом будем сравнивать. Так, бесшумные туфли. Нет, это не то. Это хуже. Это понятно, хуже. Я же могу посмотреть, что на лошади. Он же будет мне статы показывать, да? Вот так вот. Или нет? Хрена лысого у меня будет статы показывать. Надо, значит, сейчас все это к себе брать. Так, погнали. Скинем все в сундук. Да. Блин, я почти закончил с последним там сундуком. Меня спалили. Вот так вот. хоть что-то я украл лучших миланские латные наплечники лучше моих причем лучше ультра намного на восьмерочку и тут на 3 у меня какие у меня наплечники варфорс то есть миланские может надо помнить может это целый сет этого миланского добра надо будет ориентироваться на это ну хоть не зря сходил ага нет смотрите тут еще эти поножи из нюрнберга тоже лучше моих это же на прилично может они тоже топовые я не знаю так вот это хреновина не лучше она да у меня же самая такая лютая практически до польские латные наплечники уже саксонские латные наплечники тоже хуже прицепа где дворянина понятно все остальное сейчас скидываем сюда блин надо еще в оружейку выход зайти но это потом это потом так отсюда скидываем все сюда пусть это все выветривается это мы продадим а хотя это мы не продадим она весит по единичке пусть сундуки тогда валяется примерно вот так случайно щит я у него еще не украл вот наверняка щиты лежали в последнем и они погодим у броника были так у броника щиты были да я собака в последний сундук не залез там наверняка бы было то что мне нужно я у него книгу на силу купил давайте опнемся пока мы здесь не медийский лев в белом соусе и римовский вепрь потушенный вине другие прекрасные деликатесы изучить до 8 утра подучим чтение очку навыков силы подкачали хорошо плюс у нас там взлом вроде еще подкачался до вскрытие замков у меня она девятый уровень же что у нас тут есть умелец после успешного взлома отмычки набитая рука ближе концу личинки вы можете работать отмычкой почти бесшумно этот неплохо что я чувствую или лучше шестое чувство взять отмычки я ломаю сейчас очень редко потому что я уже приловчился на 6 чувство и чтение от 0 верно когда вы смотрите на фреску крест обаяние временно получи хорошо образованного производить лучше впечатления со стражи неплохо если вы удобно сидите вы получаете двойную прибавку к чтению но это редко я на кровати читаю ваш уровень изучения книги которую вы прочитали автоматически улучшится время сна или пропуска времени не понял как что это значит ваш уровень изучения книги которые вы прочитали уровень изучения автоматически лучшего время сна или пропуска времени а то есть это сколько я прочитал я смогу не полностью книгу прочитать да а часть только и это об этом идет речь то есть он увеличится если я пропущу наверное ты это имеется виду не совсем понятно тут тут такое описание что блин путаешься постоянно давай магистр возьмем может и не нужно конечно ну сил у меня 12 до плюс 1 так ну что мы имеем а имеем то что имеем ори сколько мне чтения если уж на то пошло я не обратил внимание и всего 7 маловато наверное заканчивать на турнир мы к сожалению не попали блин врата и теперь меня преследует за воровство твою мать оплатить там придется наверно с размер на тому сколько я украл а украл я много нет кстати новый квест у этого у палача надо будет узнать что там происходит как дела неужели там какие-то семейные проблемы ладно мы зачистили лагерь половцев легкий потом выполнили квест в ужас и по поиску еретиков к сожалению неудачно выполнили мы его провалили я там на выбирал того что нужно и того что не нужно и получилось то что получилось скалит у нас почему ищет что я не понял я вскалится же ничего не воровал что за дичь это 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 клевета на меня наговорили это неправда ладно так вот выполнили квест с еретиками и потом хотел я успеть на турнир но не успел к сожалению подчинился и пошел ночью обносить торговцев заглянул к аптекарю все прошло очень удачно полностью его обчистил потом заглянул к броннику и начались проблемы во первых я очень долго искал его долбанные сундуки он хранит их на втором этаже меня там не раз полили когда их нашел во время чистки сундуков не успела дочистить последний сундук меня спалила стража пришлось полуголым потому что я снял броню чтоб меньше шуметь бежать оттуда сначала на ногах потом на лошади скакать убежал у меня все равно ищут врата и и почему-то ищет в скалице не знаю почему это еще тут сама пеша за добавочное задание на турнир похоже так вот ищут и там и там не помню сколько времени надо гулять чтобы прошел розыск потому что меня тогда искали в ужасе и оттуда убежал и через какое-то время там все успокоилось просто возвращаться врата и сейчас мне к сожалению получается нельзя иначе мне придется придется заплатить сумму не знаю катастрофическую скорее всего будем думать будем думать ладно на этом на сегодня все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал если еще не подписаны пишите комментарии пишите советы я все читаю на все отвечая крайне вам благодарен за активность также ставьте лайки это привлечет еще больше варюк в наше сообщество и продвинет видео и подписывайтесь на контакт рутук там я вкладываю все то же самое плюс twitch туда идут три стримы с ютуба инфа по стримам выходит сообществе на ютубе в группе вконтакте в дискорде залетайте в дискорд там нас веселая атмосфера можете пообщаться с другими зрителями со мной предложить игру на прохождение или стрим добро пожаловать в дискорд ссылка в описании на этом все всем еще раз спасибо но самое главное помните если вы обносите торговцев главное не увлекайтесь рано или поздно вас все равно поймают всем спасибо всем счастливо